Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике ресторан, как я часто говорю, закопанный. Но вы знаете, он закопан не в городских трущобах и на малюсеньких каких-то улочках. Он закопан по трассе. Нужно отвернуть и, так, знаете, минутку еще на байке проехать вглубь. Я думал, честно говоря, когда Ромка его нашел, что мы едем на берег моря, потому что как раз вот море здесь в 100 метрах. Но оказалось, что у них здесь довольно приличного размера территория. На ней пруд, на ней огромное количество зелени. Все утопает буквально в лианах. Это очень красиво. Вон даже на заднем плане там джекфруты висят. Короче говоря, это крайне симпатичное место с точки зрения антуража. Менюха же у них довольно маленькая. Там всего три странички. Поэтому давайте почти все и закажем. Честно говоря, там, ну, даже воробьи. Ну и что ж, господа, моментально и начнем. Тем более, что первое блюдо нам уже подоспело. Это у нас жареный рис с морепродуктами. Иногда я заказываю такие блюда, которые повторяются из ролика в ролик. Ну, не в каждом может быть ролики, но тем не менее. А чтобы оценить, во-первых, качество, во-вторых, цену, в-третьих, объем. И здесь, нужно сказать, меня удивило следующее. Во-первых, в меню нигде не указаны цены. Ну, то есть, вообще. И, соответственно, мы такие, ну, ладно, блюда обычные, давайте заказывать. Назаказывали. А нам, что интересно, сразу же принесли чек. Правда, не попросили оплатить. Так вот, рис стоит 130 тысяч донгов. Когда обычно, например, он стоит порядка 80. Это мы уже проходили много раз. Ну, порция здесь, конечно, солидная. Давайте посмотрим, что за морепродукты. Потому что на поверхности кальмара я вижу, морковку я вижу. А другого пока ничего на поверхности нет. Давайте смотреть. 130 тысяч. Нормальная такая цена. Ну, если порция выглядит и действительно достаточно большой, то давайте смотреть, что у нас... Ага, вот, креветочка какая-то присутствует. Что еще? Щупалки. Ну, это, скорее всего, от того же кальмара, от которого... Вот они, щупалки. От которого и вот эти вот кусочки. Ну, что-то я не особо так богато вижу морепродуктов, но они есть. А, вот, здесь пошли. Зарылись креветки. Ну, разнообразие может быть и не очень большое. То есть, очевидно, кальмар с креветками. Ну, и ладно. Вроде морепродукты есть. Ну, и сразу же со всеми морепродуктами. У меня двоякое мнение. Сразу же. Морепродукты в целом неплохие. Нормальные. Знаете, это не, там, 38 лет лежавшие. Нет, это нормальные. Может быть, замороженные. Скорее всего, замороженные. А вот рис меня немножко разочаровал. Он не жареный, он, как бы это сказать, подваренный, что ли. Ну, то есть, вот этой хрусткости риса, который должен быть, когда ты его жаришь, не хватает. И плюс, как будто бы горелостью немножко отдает. По специям же, вроде все ничего. Поправить рис, убрать вот этот аромат, вкус горелости, и будет, в общем-то, вкусно. Потому что набор овощей неплохо. Морковка, фасоль, зеленый лучок. Ну, в общем-то, набор хороший. Ну, вот, то ли жарили не на таком огромном огне, то ли, может быть, как вот Ромка любит, говорит, не подзаветрившийся чуть-чуть рис. Ну, вот, немножко хромает. Роман. Вот именно по вкусу, по специям, по соли, все идеально. Мне прямо очень понравилось. Количество морепродуктов тоже и качество. Хотелось бы, да, чуть более зажаристый. Вот, скорее всего, его как раз только что отваренный рис, и начали жарить, и он, соответственно, и не смог нормально пожариться. Ну, другими словами, вкусное, хорошее блюдо, порция большая, достаточно дорого, стоит того, да, но могло быть и лучше. Пробовали мы, как говорится, и повкуснее. Поехали далее. Следующее же блюдо у нас ровно в ту же самую цену. 130 тысяч донгов здесь говядина с вот этими вот росточками. Я не знаю, не помню, вернее, как называются. Они вот здесь вот появятся. Что это такое? Достаточно интересный аромат у них бобовый. Ну, давай некоторое количество вот так вот навалить. О, и говядины, и росточков. Вот, если так смотреть, то, в принципе, здесь на говядину не поскупились. Она здесь прям присутствует. Так что очень даже, на мой взгляд, равномерно все у них вот так вот есть. Ну, действительно, пожевать имеется что. Я сначала хотел сразу же залить это соевым. Ромка говорит, нет, попробуй для начала просто так. Так и попробуем. Это и правда достаточно вкусно. Это, ну, как знаете, горошек хрустящий. Действительно классные соцветия. Ну, говядина обычная, просто отваренная. Да. Но в сочетании с горохом очень неплохо. Давайте попробуем соевым вот так. Чуть-чуть, раз. Это вкусное блюдо. Я не так часто, чтобы его здесь встречал. В этом исполнении очень хорошо. Это и свежие тебе, значит, росточки. Прям действительно хорошо обжарены. Они хрусткие остались. Они со свежим ароматом бобовых, гороховых, как хотите, называйте. Говядины приличное количество. Это здорово. Тем более, что у нас есть еще, помимо соевого, еще и рыбный. Вот я говядинку еще и в рыбный тоже. Вот если до риса я докапывался, а здесь я не буду. Здесь вообще мне все нравится. Ну, отличное сочетание. Я пока изваляю хорошенько кусок говядины в рыбном. О! И вот так с остротой. Ром, по поводу салата. Да, мне тоже очень понравилось. Я не помню, чтобы я здесь такое пробовал. Вроде первый раз. Говядина отличная. Это как вот для фубо идет. То есть и жевать легко, не резиновая. А вот вкус вот этой зелени меня прям удивил. Он какой-то и бобовый, и мясной еще. Ну, мясной-то может быть из-за подливочки. Вы знаете, вот по этому блюду вообще все здорово и хорошо. Порция большая. Полезность ее зашкаливает, потому что говядина, чистое мясо, без жира, без всего, очень хорошо. Плюс овощи. Ну и отлично. Захотел разнообразиться. Поел сначала так. Потом попробовал с соевым. Потом попробовал с рыбным. И самое главное, что этим блюдом ты наешься. Впрочем, и рисом тоже, естественно, там тоже большая порция. Но предложи мне, я бы выбрал вот это. Не знаю, как вы. А я бы взял вот это блюдо. Это симпатично. Ну, а мы двигаемся далее. Ну и чтобы по-быстрому закончить с салатами, все, попробуем. Самый, пожалуй, необычный салат, из которых я прежде. Даже здесь не встречал. Манго, мята, рыба, пожаренная до хрустящей корочки. И здесь ее довольно прилично, этой рыбы. Ну, короче говоря, давайте все вместе пробовать. Это же все в гамме нужно. Давайте положим, заценим. Потому что это фруктово-мятный рыбный салат. И острота, судя по всему, тоже имеется. Ну, куда ж без этого. Давай, вот так манго. Вот так мяты. Ну, и еще кусочек рыбы. Слушай, рыбы-то много. И, кстати, не самая мелочь. Знаешь, это вот это не катрич, которую мы здесь бывало пробовали. Ну, давай вот так вот еще. И манго. О, вот такую штуку попробуем. Ну, и посмотрим, что они имели в виду, попробовав все сразу в гамме. Рыб-то с костями. Да, но они выжарены. Они хрустят. Я надеюсь, на большие куски костей я не наткнусь. Размечтался Костян. Есть такое выражение. По вкусу вкусно, а по сути невкусно. Вот здесь ровно то же самое. По вкусу, да, необычно. Действительно, сочетание остренькой рыбы с фруктами, с мятой. Еще дополнительная здесь травка всякая есть. Не помню, как называется. Но они в ход потах часто попадаются. Да, неплохо. Но, ребят, ну вы над рыбой совсем не поработали здесь. В салате, который нужно вот действительно вот так вот брать полноценно, значит, хватать и вот так кушать. Какие кости. Ну вот здесь просто голова и, соответственно, вот это вот, как это называется, выемка для глаза, короче, да. Вот так вот башку пополам распилили, кинули тебе в салат. Вместо того, чтобы сесть и вот так вот насладиться салатом, каждый кусочек ты будешь сидеть, ожидать подвоха. Такой, а есть тут косточка или нет? И вместо действительно вкусной трапезы, чтобы ни на чем не заморачиваться, раз, будешь сидеть и очень долго ковыряться. А так вкусно. Ну, только подойти к рыбе нормально, снять филешку там, пожарить, все дела. Ну, или разобрать уже после того, как ее приготовил. И тогда будет отличный салат, Ром, ну давай. Ну, Роман, помимо твоего любимого выражения, что еще скажешь? Ну, если ты хочешь, чтобы я правду сказал, придется запикивать слова. Ну, это полнейшая грень, блин, это невозможно есть, это разве что свиней вот этим кормить. Так, соответственно, почему? Из-за вкуса, из-за консистенции, из-за чего? Из-за вкуса они вообще не сочетаются. Это вот речная рыба, которая с ароматом болота. И как будто ее просто взяли и взорвали вместе с костями и сюда бросили. И намешали еще с какими-то листьями, жухлами. Понял тебя. По вкусу, опять же, я тут с Романом не соглашусь. Но он у нас самый главный хейтер речных рыб. Тут со мной многие согласятся и тоже с Романом не согласятся. Потому что, ну, речная рыба, столько много их видов, такие, чтобы они были вкусные. А вот по поводу того, что взорвали. Ну да. По поводу того, что это рыба с манго. Ну, я не согласен. По мне, это сочетание очень даже интересное. Ну и опять же, с травами. Просто вспомни, как с этим же салатом сочетается вот эта маленькая рыба-селедка, которую они здесь называют. Это совсем другое. И вот с этой рыбой вообще ей невозможно есть. Ну, во-первых, Роман селедка морская. А во-вторых, я здесь скажу так. Я не хочу это есть. Тут я с Ромой тоже соглашусь. Но не по причине того, что это невкусно, а по причине того, что... Вот я сейчас малюсенький кусочек рыбы съел. И там несколько костей. У меня на то, чтобы съесть это блюдо, просто уйдет часа два, понимаете? У меня, может быть, в ресторане нет такого времени. Я хочу попробовать побольше. Ну, короче говоря, вот тут я с Ромой полностью согласен. Хотелось бы вкусно, а получилась хрень. Ну вот. Жаль, 180 тысяч донгов, которые это блюдо стоит. Поехали далее. Теперь пройдемся по более понятной рыбе. А именно кабоб, то бишь по-нашему рыбокобия. Здесь обычно, насколько я замечал, готовят рыбу в двух, в общем-то, вариантах неплохо. Это прежде всего на пару. Либо полностью-полностью зажаривают. Так вот интересно, что какого-то промежуточного варианта, как у нас сейчас как раз заказано, жареная рыба кабоб. Чтобы сделать пш-пш, а внутри оставить сочную, но полностью готовую. Такого я не встречал. А жареная предполагает, ну, по крайней мере для меня, именно такой вариант. Поэтому давайте посмотрим. Полностью они выжирили это. Там же не написано, что это, знаешь, как это, дипфрай. Да? Написано просто жареная. Давайте посмотрим. Вот так посмотрим. Слушай, ну какая-то претензия на свежесть, на сочность имеется. Но нет. Но нет. Полностью задубевшая, вот тут видно. Волокна все воедино. В принципе, эта рыба очень вкусная сама по себе. Шкурка вроде ничего такая. Да, вполне. Ну да. Ну, короче, полностью зажарили. Окей. Что ж, тот кусочек, который был в середине. Ну, она стала обычной. Хотя рыба очень жирная. И даже этот кусок был не настолько ужасен, как я изначально предполагал. Вот если взять тешу. Есть тут косточки, нет? Вот это уже намного лучше. Здесь жир-жир. Но основное мое разочарование в этой рыбе в том, что они полностью потеряли самостоятельный вкус этой рыбы. А он довольно приличный. То есть, когда мы его готовили и на гриле, и запекали, эта рыба очень вкусная. Я недаром ее в своем ролике сравнил вообще-то с лосося. С красной рыбой. Потому что она действительно очень хороша. Ну, а здесь, ну, помимо того, что немножко пригорело, еще и выжирили почти всю. Роман. Ну, Роман, под звук цикад. Ну, меня в этом блюде только одно удивило. Я не понимаю, как рыба, которая всю жизнь живет в воде, может быть настолько сухой. Ну, как тебе сказать, не без помощи повара она стала такой. Это не коби, это скумбрия вот эта местная. Нет, не этот коби-рум. Это она самая. Во-первых, местная скумбрия до таких размеров не вырастает. Ну, значит, они так приготовили. Скумбрии, они до двух килограмм, они вот такие. А ты же видишь, что эта рыба, она была шириной вот такая. И, очевидно, это где-то вот такого размера рыба была. Значит, так приготовили. Потому что по вкусу, вот один в один, как они зажаривают. Ну, правильно, потому что убили весь вкус самостоятельный. Об этом я выше уже и сказал. Подытоживая по этому блюду. Спасибо тебе за аккомпанемент. Могу сказать следующее. Пережарено, дипфрайнуто, то есть превращено в сухомятку. Это хорошо с рыбешками типа желтого полосатика, которые малюсенькие, у которых достаточно много костей. И у меня теща, например, делает насечки и выжаривает. Ну, например, как вы готовите тех же карасей. Ну, то есть выжарил полностью. Или там плотичек небольших, да, полностью зажарил, чтобы они хрустяшками такими были. И вот тогда это здорово и хорошо. В случае же с достаточно жирной рыбой, а это жирная рыба, с вкуснейшей рыбой, которая обладает собственным вкусом, это недопустимо. Я считаю, это большая ошибка. 180 тысяч. Понятно, за что платишь. Это дорогая рыба. Но непонятно, зачем ее превратили вот в это. Ну, и поехали далее. Жаль, жаль. Я надеялся, они немножко здесь в морской рыбе получше соображают. Ну, и полирнем мы это конкретной экзотикой, а именно воробушками. Одна порция стоит 120 тысяч. Давайте посмотрим, сколько здесь воробушков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. По 12 донгов за одного воробушка. В отличие от той рыбы в салате, в отличие от той же самой кобии, здесь должно быть все максимально зажарено и съедаться вместе с костями. Вы знаете, в этом что-то есть. Соус у них плохой, прежде всего. Пожевать приходится довольно долго. Дело в том, что, ну, некоторые косточки, типа ножек, ну, они, понятное дело, но их оторвав, ты, в общем-то, можно сказать, ничего, конечно, не потеряешь. Но чуть-чуть мяска потеряешь. А здесь, вы сами понимаете, его так невогато. Да, ну, вот так вот объедать их, это, по-моему, совершенно бесполезное занятие, поэтому съедается обычно это все вместе. Послевкусие интересное, мясное. Может быть, где-то отдаленно напоминает паштет. Соус неплохой, обвалено нормально, косточки разжевываются. На одного у меня ушло где-то секунд, может быть, 30. Так что это вполне себе такая необычная закусочка. Вот, пожалуй, я сегодня остановлюсь на том, что это лучше всего, что мы сегодня пробовали. Рис недоделанный. А, нет, стой, вот тот салат с говядиной, с горохом, да, он был лучший, конечно, без вопросов. А вот это второе. Во-первых, не так дорого, 120 тысяч за экзотику воробушков. Ну, кто-то скажет, там, на помойках наловили, еще, да мне без разницы. Хотя, зачастую здесь они их именно выращивают, так что да. Это интересно, это забавно. Соус симпатичный. Вполне можно пробовать. Вот эту штуку я бы с удовольствием съел. Ром, давай. Да, конечно, нашему человеку одно такое блюдо будет осилить довольно сложно. Вот на компанию взяли, каждый по одному, там, по два, может быть, попробовал. Достаточно, тем более здесь 10 штук. На троих, на четырех людей с лихвой хватит. Я уж точно не помню, как Рома в предыдущий раз, когда мы пробовали воробушков, с ними поступил. Отказался ты их там есть или... Отказался, да? Ну, может быть, в этот раз он их чуть-чуть попробовал. У Ромы вердикт ровно тот же самый, что и обычно, да? Не осилить. Так вот. Ну, тут надо быть просто большим любителем воробьев, чтобы тебе это понравилось. Потому что вкус мяса какой-то специфический. Он мне прямо неприятен на мой вкус. Вот прямо вообще не смотришь. Так здесь соус, здесь мясо особо-то и не чувствует. Я вот именно взял без костей, просто кусок мяса отгрыз, небольшой. И вот именно сам вкус мяса мне прямо как-то не очень приятен был. Согласен, бывает, люди, которые, знаешь, я сам охотник, и привезешь утку, филешку снимешь, ножки сделаешь и так далее. Вкус дичинки не нравится. А вкус домашней утки, например, ооо, это-то вкусно. Где вот такой слой жира, кожа и так далее, это людям заходит. Что по этому поводу? Ну, ребята, у каждого свой вкус. Роме не зашло. Я с удовольствием одного съел и вот, наверное, еще одного, ну, максимум двух съем. Это по поводу количества. Поэтому, да, каждому такое блюдо брать точно не стоит. А в целом, ради эксперимента, воробушка, да почему нет? Кишки, кстати, почищены. Да. Ну, вот видно прекрасно. Грудку, если отломать, ну, вот отдельно то, что Рома, говорит, пробовал. Ну, вот можно попробовать. Давайте так и сделаем. Вот она. Вот она грудка. Ну, да, это вкус дичинки. Что такое вкус дичи? Давайте быстренько объясню. Может быть, не все охотники же, понятно, некоторые не знают. Вот если подстрелил ты дикую утку, разделал и, соответственно, у нее грудку пробуешь, ножку пробуешь, неважно. Слегка дает печеночным вкусом. Ну, это у утки, у дикой. А если взять, например, того же вальчнепа или того поди бекаса малюсенького, вот там, когда ты будешь пробовать грудку, там печенка-печенка. И вот здесь примерно то же самое. Поэтому, Ром, может быть, тебе вот этот печеночный вкус в мясе не зашел? Ну, да, вот вкус какой-то вот как не та рыба, ой, не та птица, к которой я привык, к которой ты в магазине просто. А именно вот чувствуется, что она где-то летала. Где-то летала. То есть тебе вот это вот в аквариум, да, раз ты говоришь, рыба посадила, она так не двигается и просто сидит. Ну, короче говоря, господа, это действительно дело вкуса. Вон у нас тут на заднем плане, например, тилапии плавают, сомики и карпы даже плавают. Их можно покормить вот как раз, например, остатками от этих воробьев. Что же по итогу сказать про это заведение? Вы знаете, вытаскивать я его, конечно же, не буду. Например, будучи туристом, я бы сюда все-таки заскочил. Ну, если вы живете, например, в Майне, а сами поехали в Фонтиет за какими-то покупками, то сюда можно заскочить, съесть вот по этому салатику с говядиной и горохом. Это очень действительно вкусно. Атмосфера же здесь замечательная. Даже в самый жаркий день здесь не будет жарко, потому что вы, во-первых, под естественным зеленым навесом. Это классно. Здесь рядом есть вода, здесь плещутся рыбки, можно сделать какие-то фоточки, еще что-то. Это действительно симпатичное место. Но единственное блюдо, по крайней мере, из тех, что мы попробовали, за которым сюда стоит заезжать, это вот тот самый салат. Потому что все остальное, кухня здесь, к сожалению, не для нашего, скажем так, человека. Ну, а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. И цикады. Цикады тоже есть. Цикады. Цикады. Цукаты. О, фрукты падают. Будут жрать. О. А в смысле? Он ее проглотил и все. Ну, сразу такой, оп, всего воробья. Учись, Ром. А ты тут грудку что-то там. А еще знаешь, что прикольно? Если вы вдвоем пришли, а кто-то из вас вегетарианец, то можно вам двоих это будет выказать? Вегетарианец не будет есть законтаченные овощи. Субтитры сделал DimaTorzok